Не секрет, что для подрастающего поколения очень важно с кого-то брать пример. И это должен быть человек с безупречной нравственностью. Особое значение для юных славянцев имеют встречи с людьми, которые стали настоящими героями. На урок мужества для учащихся городских школ были приглашены герой Российской Федерации, майор Запаса Эдуард Сеев и председатель районного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» полковник Запаса Александр Пантелеев, который рассказал о том, что армия является лучшей школой возмужания и представил ребятам почетного гостя. Эдуард Сеев из самой обычной семьи, прежде чем выбрать путь профессионального военного, с отличием окончил майкопский сельскохозяйственный техникум, отслужил срочную службу в армии. После завершения учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, служил в Закавказском военном округе. Это были 90-е годы, время больших потрясений, переломное и очень сложное. Рассказал герой России и о боевых действиях, за которые он был удостоен высшей награды нашей страны. Он участвовал в отражении нападения чеченских боевиков на Дагестан в 1999 году. Проявил инициативу и смелость, стремительно атакуя противника и внеся большой вклад в общую победу. В ходе боя Эдуард Сеев был контужен, но из строя не выбыл и продолжал командование группой. Проявляя исключительное мужество и отвагу, он постоянно находился в боевых порядках подразделений, продвигаясь туда, где было наиболее опасно и трудно. За три недели боевых действий у нас 25 человек убитыми и 115 человек ранеными, но враг не прошел. По Владимиру Владимировичу Путину на 20-летие, как раз в прошлом году было 20-летие событий, он высоко оценил действия наших десантников и действия ополчения на тот момент. И вот когда говорят «Герой России», «Герой России», ну так получилось, что эту звезду дали мне, но я считаю, что это звезда моего батальона, моих солдат, моих офицеров. Герой России предложил ребятам задавать вопросы, чем они воспользовались. Их интересовало буквально все, от сложностей службы в рядах вооруженных сил до подробностей жизни Эдуарда Сеева. Он ни одного вопроса не оставил без ответа. Беседуем с молодежью, рассказываем про уроки той войны, это необходимость, в первую очередь, потому что они должны помнить, они должны знать ужасы той войны, какой ценой была достигнута победа нашими дедушками, бабушками. Ребята были очень рады, что побывали на встрече с настоящим героем, пообщались с ним, узнали много нового и очень нужного для них. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Я узнала много нового для себя. И я считаю, что нужно проводить больше таких мероприятий, ведь то, что я услышала сегодня, я не увижу в учебниках истории или в других источниках. Было очень много интересных вопросов. Мне очень понравились все рассказы, они очень хорошо рассказывали. Я очень хочу пойти в военное училище. Мне это интересно, потому что с помощью таких уроков, таких мероприятий мы узнаем и помним нашу историю России, что было в те времена, во времена войны и когда были сложные периоды. В конце урока «Мужество» герою России Эдуарду Цееву была вручена книга о Славянском районе, в которой рассказывается о его прошлом и настоящем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Спасибо.